Школа почти на 2000 человек и детский сад. Эти объекты предусмотрены к строительству в 19-м микрорайоне Сургута. Он расположен в границах улиц Сибирской, Юности, Университетской и 30 лет Победы. Там завершено расселение людей из ветхих и аварийных домов. Сами строения в процессе сноса. После завершения этих процедур администрация юридически сформирует земельный участок и поставит на учет. Эти работы намерены завершить в текущем году. В соответствии с проектом планировки территории новый детский сад должны построить рядом с существующим учреждением Огонек. А неподалеку появится средняя школа на 1924 ребенка. Документы по планировке утверждены еще в 2007 году. Корректировки вносились в 2013. Подобный вопрос о создании образовательной инфраструктуры прозвучал и в отношении одного из кварталов микрорайона нефтяников. Я увидел, что в информации также есть информация по первому, второму и четвертому микрорайонах по застройке и дальнейшему перспективному развитию. И вопрос у меня такой, связанный с земельным участком под школу в четвертом микрорайоне. Недавно мы как-то обсуждали и говорили о том, что есть какие-то процедурные моменты, которые пока не позволяют ее поставить, закрепить, затем чтобы эта земля была отведена под строительство именно школы, чтобы она появилась именно на градостроительном плане. И сейчас ситуация изменилась. Данная территория также в соответствии с проектом планировки предусмотрена под объект образования в четвертом микрорайоне школы на полторы тысячи мест. Там также был произведен снос домов старых расселения жителей. На сегодняшний момент практически все дома там снесены. Остался один объект, который находится в процедуре банкротства. Там в собственности он находился и пока вопрос не решен. И потом надо будет необходимо изъятием заниматься данного объекта. Администрация на перспективу планирует все эти мероприятия реализовать. Что касается 19 микрорайона, то на его территории расположено еще и здание городского культурного центра. В начале этого года оно фактически было закрыто. Опасения возникли по вопросу безопасности конструкций. Сейчас творческие коллективы занимаются на базе бывшего кинотеатра «Рубин». А что делать с ГКЦ, пока решают в мэрии. На сегодняшний день здание признано аварийным и представляющим угрозу жизни и здоровья граждан. Соответственно доступ к зданию ограничен. Введены мероприятия по переезду на здание строителя в иное здание. Проводится мероприятие в честь определения дальнейшей судьбы здания. Одно из предложений, собственно, это снос этого здания аварийного. Дабы у нас не повторить эту историю с другими аварийными зданиями города типа «Авроры» и так далее.